В последнее время происходит очень быстрое сближение позиций России и Ирана. Этому способствовали ряд политических встреч, состоявшихся в июле 2022 года. В рамках переговоров был принят ряд решений, в том числе разработка совместной межбанковской системы платежей, такой же как SWIFT. Этот вопрос стал актуальным после того, как Россия попала под санкции Евросоюза, введенные в ответ на военную операцию Российской Федерации на Украине. В марте 2022 года Россия ставила такой вопрос о том, что должна быть создана альтернативная система межбанковских платежей. Была начата разработка такой системы и уже на том этапе, то есть в марте этого года, Иран высказывал свою заинтересованность в аналогичном проекте, поскольку Иран, мы знаем, тоже был подвергнут неоднократно западным санкциям, и Иран тоже заинтересован, чтобы такая система у него была. И поэтому сближение России и Ирана в этом направлении вообще вполне логично и вполне естественно. Обе стороны хотят заменить доллар США в международных операциях валютами своих стран. Для этого им необходимо иметь специальную систему, аналогичную SWIFT. Иранская и российская стороны представили по одному варианту такой системы. В настоящий момент они практически достигли неплохого соглашения, отталкиваясь от которого можно совершать валютные операции между государствами. Это приведет к большей независимости международных расчетов от контролируемых Европой и США систем платежа, в том числе к расширению возможностей для использования национальных валют в международных расчетах. Кроме того, заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари сообщил, что в Иране скоро должна быть запущена российская платежная система «Мир». По его словам, он не знает, можно ли пользоваться картой в настоящее время, однако договоренности по внедрению отечественной системы между двумя странами уже есть. Международный обмен, международный трафик между Ираном и Россией не такой уж большой с точки зрения банковских переводов, я имею в виду частных банковских переводов или поездок частных между Россией и Ираном. Их не так много, но тем не менее это еще один шаг к распространению действия системы «Мир» в других странах, кроме России. Это еще один шаг к действительно международному использованию этой карты. И для России, и для Ирана важно, чтобы была возможность хорошего внешнеэкономического сотрудничества. Поэтому страны пытаются урегулировать систему расчетов между государствами и избежать вмешательств западных экономических ресурсов. Алина Красильникова, Универньюз.